Рыцарь-шоу Рыцарь-шоу В 68-м году книга стала манифестом бунтующих студентов Европы и Америки. Там появилось рыцарское движение. Мы повторили их путь, дойдя до абсурда. Первые толкинисты собирались на свои игрища в лесу тайны. Их гоняла милиция и преследовали власть. Но прошло время, и свобода обернулась еще более крепкой тюрьмой. Неудавшиеся МНС и недоучившиеся студенты. Непризнанные гении и закомплексованные подростки бежали сюда от жесткой жизни с ее проблемой. Не замечая, что мир и ноль, они на обочине, а игра стала жизнью. Каждый человек нуждается в какой-то самореализации жизни. Я не знаю, можно назвать по-разному. Там, ностальгии по какой-то прежним временам. Может быть, неудовлетворенность какая-то существующим вещам. Может быть, самореализация, реализация каких-то комплексов. В России, как таковой, не было рыцарства. Были дружины, были воины, хорошие классы, но не было рыцарства. А нас ввечет больше всего в Европу и в Минске. Настоящего рыцаря посвящают рыцарям короли, императоры, в случае особо в дворах. Я маршал турнира, то есть я просто вот сужу, бои слежу, чтобы правила соблюдались. И вот рыцари вышли из-под поля. В Москве первое рыцарь-шоу с рыцарями в главной роли. Золотая шпора не могла пройти мимо этого события, тем более, что в начале программы у нас мчится сквозь время рыцарь, а Дон Пихот – наша настольная книга. Клянемся, клянемся, что пришли сюда для воинской потехи и для славы, но не для кровопролития и сведения счетов. Пусть каждый, кто допустит грубость по отношению к противнику, пусть каждый, кто позволит себе спорить с решением маршала, пусть каждый, кто нарушит правила, пусть каждый, кто нарушит правила, будет издан с этого турнира. Но рыцари чуть-чуть опоздали. Место в шоу привлекательное, обещают быстрый успех и некоторый капитал. Поэтому туда сегодня ринулись все и профи, и те, кто себя так называют. Кто победит? Прагматики шоумены или романтики рыцарей? Эх, мне бы к ним попасть! То аква-трюк и школа выживания каскадеров-мастер. Правда, мы так и не поняли, то ли там учат выживать соперников, то ли самому бы остаться живым после этих трюков. Конечно, большая часть рыцарей, которые проводят бои регулярные тренировки. Но здесь все это объединено, и когда на общем фоне получается, что средний уровень, можно сказать. Это шоу, чтобы объединить рыцари, рыцари и каскадеров вместе. Каскадеры внесут больше зрелищности, профессионализма и больше жизни. Далее обещанного зрелища, способного потрясти века. Но увидели лишь несколько боев, напоминавших постановку Гамлета в районном доме культуры. Четыре традиционных каскадерских трюка, игру актеров, напоминавшую роль массовика-затейника в пионерском лагере. Спасибо за приятный... Стугак язычок! Натуральный стугачок! Так! Ходность живо сделать может! Хоть кого сейчас доложит! Я с тобой пойду! Проклятая! Дрянь проклятая! Смутная выдалась времечка, с неба сочатся года. Ваше величество, ведьмочка, как вы попали сюда! Что вы такая, откуда вы? Чай добрались на метле! Мы грешным делом подумали, вас уже нет на земле. У каждого, кто любит российскую словесность, появлялось желание взять в руки меч и отомстить за поруганную поэзию. Но тут рыцарей, увы, не нашлось. В кино мы не видим, как готовится трюк и чем трюк заканчивается. Даже обыкновенные, ну необык, когда обычно спрашивают, а чем заканчивается трюк горение, когда он горит? То есть, как его гастит и так далее. А в шоу-программе гораздо сложнее, надо быть более профессионалом, потому что все видит зритель. Мы в комом. Шоу, увы, тоже. Чужая история, разыгранная дилетантами, уверенными в том, что они профессионалы среднего уровня. Но вспомните слова классика про свежесть. Профессионализм тоже не бывает среднего уровня. Он бывает лишь высокого класса, иначе это что-то другое. Так? А что скажут рыцари? Это разные люди, это разные группы людей. Мы пробуем. Получится, не получится. Посмотрим. И все, примет вызов. Кто сможет подарить праздник, тем более, что он необходим нам сегодня, чтобы поверить в рыцарей, чтобы знать, что есть слава, есть честь, гордость, риск, мужество, история. Кто примет вызов? Кто примет вызов? Кто примет вызов? Кто примет вызов? Кто примет вызов?